Казахстан 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 У них даже диалектные различия У них генетика Различная Что их сделало единым народом Только советская власть Это были кочевые племена И вот был союз племен Который в 18 веке Встал перед угрозой Тотального геноцида Со стороны джунгаров Джунгары были народ не очень Милосердный, далекий скажем так От принципов Европарламента, да, и джунгары бы вырезали их под корень. Кто не дал вырезать казахов? Кто спас их биологическое существование? Русская императрица Екатерина Великая, к которой они обратились, и которая, применив пушки, артиллерию применив и разогнав джунгар с помощью вот этого пушечного боя, просто спасла от уничтожения вот эти несчастные племена, которые сегодня называют себя казахским народом, которые сегодня претендуют вот на все вот эти территории, говорят о том, что это их земли, которые больше того, которые говорят, что Россия их оккупировала в свое время, да, что Россия их эксплуатировала. Знаете, есть такой феномен, который англичане, давно английские ученые подметили, он называется колониальная неблагодарность. Вот в данном случае мы сталкиваемся с ярким примером той самой колониальной неблагодарности. Вообще-то казахи должны были бы, вот увидели русского солдата, должны были бы в пояс кланяться русского крестьянина, русского казака, потому что если бы не мы, не было бы сегодня ни этого союза племен, ни этой псевдонации. Поэтому нужно ясно понимать, что уж если сегодня Украина ставит вопрос о федерации, да, то тем более федерацией по факту является Казахстан.